Если проблема нехватки мест в детских садах столицы практически решена, то в Завожье ситуация иная. Два расположенных там детских сада не только не вмещают необходимое количество детей, но и не соответствуют необходимым требованиям. Шаг к улучшению сделан. Деньги, выделенные из федерального бюджета на благоустройство дошкольных учреждений, освоены. Но это только начало пути. Впереди строительство нового детского сада. В выходные наша съемочная группа вместе с депутатом Госдумы России Аленой Оршиновой побывала в Завожье. Впервые детский сад номер 12, расположенный в Завожье, открыл свои двери перед ребятишками в 1947 году. С тех пор сменилось не одно поколение детей. А здание все тоже. Здание старые, условий, как говорится, так скажем, нет для развития детей, для полного развития детей. Мы заключаем договора, выходим, у нас в Сосновке есть спортивная школа, мы на физкультурные занятия два раза в неделю выводим туда. Там большой спортивный зал, детям очень нравится, родители согласны. Мы на физкультурные занятия туда, дети очень развиваются, у нас здесь условий нет. Всего в детском саду занимаются 35 детей из пяти поселков Завожье. Это две группы от трех до семи лет. Детский сад номер 43 тоже не новый, но более просторный. Здесь нашлось место для игровой комнаты. Отличается он не только площадью, но и наличием современной детской мебели. Это благодаря средствам, выделенным республике в 2013 году на благоустройство дошкольных учреждений. Я очень рада, на самом деле, Чувашская республика одна из первых, она в пятерке регионов, которые быстро освоили эффективно средства, которые поступили из федеральных субсидий. Ремонт помог, но на время и не всем ребятишкам. В Завожье почти 100 детей посещают дошкольные учреждения, 80 стоят в очереди. Стараемся сейчас выбить новые средства, чтобы они пришли в новом году, и чтобы мамы знали, что рожать можно, что будет куда отдать своих деток в детские сады. Можно будет развиваться самостоятельно, можно будет учиться идти работать. И, конечно, не обязательно мы сейчас говорим о городах или о центрах районных, мы говорим в том числе и о деревнях и о селах. Поэтому перспектива есть, мамочки, рожайте. Мы о вас очень беспокоимся. Физический и моральный износ детских садов – это только часть проблемы. Самую главную – отсутствие мест планируют решить в ближайшее время. Ольга Алексеева, Алексей Иванов, Александр Петров, Республика.